Дождливое лето существенно скорректировало виды на урожаи в сторону уменьшения. Помимо того, что сельскохозяйственные культуры не созревают вовремя, они начали болеть. Причем такими болезнями, которые не встречались уже лет 10-15. Такие факты выявились в ходе фитомониторинга, который проводят специалисты Ростельхозцентра. В Ибресенском районе вместе с ними побывала и наша съемочная группа. Жук-куська насекомая хоть и забавная, но вредная. Особенно для посевов. И взрослые особи, и личинки очень прожорливы. Предпочитают яровые формы пшеницы, ржи и ячменя. Меры против большинства вредителей, обработка инсектицидами в этом году малоэффективны. Из-за холодов насекомые вышли из покоя намного позднее обычных сроков, когда химзащита уже перестала действовать. К счастью, непогода сделала свое дело. Жуков, тлей, клопов на полях и огородах меньше обычного. А вот болезней больше. Для потребителей чем опасна болезнь? Это тем, если, допустим, на зерновых, если инфекция попадает на колос, значит, грибком инфекция попадает на зерно. А это источник микотоксинов. А микотоксины, это, сами понимаете, это отравление хоть человека, хоть скотин, животные, которые будут питаться этим зерном, также будут отравляться. То же самое идет накопление микотоксинов в организме человека. И более слабые люди ощутят это на себе. Урожай, полученный от больных растений, хуже по качеству, плохо хранится. Ситуация на полях колхоза «Красные партизаны» Бресенского района не самая сложная, благодаря комплексу защитных мер. Мы потравили стопоцентно. У нас потравили химический табакомизал, так и стимулятор Ростагумат, химические препараты, рутер, лейли. Вот все потравили аминокислотными давлениями. Сегодня в республике общая площадь, обработанная гербицидами посевов, около 240 тысяч гектаров. Еще 90 тысяч обработаны против вредителей болезней. Сейчас некоторые хозяйства Чувашии начинают диссикацию – предуборочное подсушивание растений на корню с помощью химических веществ. Этот способ позволит улучшить урожай. Особо вниманию нуждаются свекла, морковь, капуста и, разумеется, картофель. Если это посевы раннего картофеля, ранних сроков посадки, которые уже готовы практически к уборке, конечно, нужно срочно удалять ботву, чтобы, во-первых, почва лучше сушилась, обдувалась, потому что клубни уже на ранних спелых сортах и ранних сроках посадки уже практически выросли. Нужно только дозаривание. Вот это агротехническое мероприятие «Скашивание ботвы» как раз будет способствовать, что заболевание с ботвы не будет уходить в клубни. Это, естественно, будет улучшать сохранность клубней. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.